Когда дело касается одежды, вы часто получаете то, за что платите. Но иногда у вас просто нет достаточно средств, чтобы потратить 800 долларов на костюм или 400 долларов на пару туфель. Но даже если с деньгами у вас туговато, это не значит, что вам придется довольствоваться гардеробом, который выглядит плохо. Сегодня обсудим, как сделать так, чтобы дешевая одежда выглядела дорого. Во-первых, наносите черный крем для обуви на дешевые туфли. Недорогие коричневые туфли или ботинки, сделанные из дешевой искусственной кожи, которые не свойственны, цветовые вариации и ботина, которые заметны на обуви из натуральной кожи. Однако с правильными средствами вы можете немного схитрить, чтобы создать иллюзию качества на искусственной коже. Для этого вам понадобится черный крем для кожаной обуви. Рошноруйте ботинки, уберите пыль, грязь. Чтобы нанести крем на ботинки, используйте мягкую кисточку-аппликатор. Убедитесь, что вы нанесли крем на все трещинки и заломы. Дайте крему впитаться примерно 20 минут, затем возьмите влажную ткань и удалите излишки крема. Ваши ботинки будут выглядеть гораздо богаче и круче, после этого поменяйте шнурки. Замените дешевые шнурки на те, что более высокого качества. Дешевые шнурки справляются со своей задачей, но они никогда не сравнятся с теми, что покрыты воском. Так что походите по магазинам и купите качественные шнурки. Их часто можно купить долларов за 10, и они точно позволят вашей обуви выглядеть дороже. Помните, что важны детали. Дешевый костюм не будет выглядеть так хорошо, как более дорогой костюм, сделанный из ткани с лучшим кроем или из более качественной ткани. Но если вы будете соблюдать определенные детали стиля, ваш костюм будет выглядеть намного дороже. Нагрудный платок добавит немного цвета, контраста вашему облику. Красивый галстук, красивая застежка для галстука или булавка на лацкане отвлекут внимание окружающих от дешевизны вашего костюма и добавят очков вашему внешнему виду. Далее избегайте рваных джинсов. Поверьте, у рваных джинсов нет шансов. Потертый или выцветший деним никогда не будет выглядеть дорого или качественно. Необработанный деним это золотой стандарт, но стоит 150-200 долларов и выше. Однако вам не нужно тратить большие деньги, чтобы джинсы выглядели великолепно. Одной из основных характеристик необработанного денима является темно-синий оттенок. Однако вы можете найти и более дешевые джинсы красивого оттенка. Отличную пару джинсов темного цвета можно купить примерно за 50 долларов, а иногда и меньше. Далее найдите хорошего портного. Дешевая одежда предназначена для усредненного типа телосложения, так что она не будет соответствовать многим особенностям фигуры большинства людей, поэтому по-настоящему хорошо она выглядеть не будет. Более дорогой бренд часто подходит для определенного типа телосложения, поэтому если вы найдете тот, что подходит именно вам, вы будете выглядеть намного лучше. При этом вы легко можете преодолеть эту проблему, если будете подбирать одежду по индивидуальному заказу. Почти все, что вы носите, можно отрегулировать так, чтобы эта деталь одежды подходила вам лучше. На самом деле у нас есть целый плейлист видео, где мы рассказываем, как можно поджить одежду, не выходя из дома. Я оставлю ссылку. Далее, обновите пуговицы на своем костюме. На недорогом костюме мелкие детали будут дешевыми, особенно это касается пуговиц. Тогда как на более дорогом костюме пуговицы будут не пластиковыми, а роговыми. Роговые пуговицы намного прочнее пластиковых, следственно, их цветовая гамма будет выглядеть гораздо красивее. Заменить пуговицы несложно, зато это отличный способ обновить внешний вид вашего костюма. Дальше обратите внимание на текстуру. Правила ношения формальной одежды несколько другие, но в повседневной одежде необходимо учитывать важность текстуры. Взгляните на этот наряд. Это простая футболка с длинным рукавом и брюки-чиносы. Не у одного предмета нет какой-то особенной текстуры, так что этот наряд выглядит плоско. Но мы сменили футболку на Хенли с вафельным узором, а брюки-чиносы мы поменяли на пару вельветовых брюк. Смена предметов одежды проста, но второй наряд выглядит дороже и интереснее, чем первый, хотя оба наряда стоят менее 50 долларов. Кстати, вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между дешевой и дорогой модельной обувью? Посмотрите это видео, ребята, в нем я сравниваю три пары обуви, начиная с дешевых и кончая дорогими. Продолжение следует...